Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. У нас с тобой 12-й день и здесь сундук. Что он нам приготовил? Так, монетки, древесины, якнок, руны, рыба, опять руны. Говорят, присоединиться. Нет, не хочу. Нет, я, конечно, хочу, но у меня нет денег. Нету денежек. Так бы, конечно, удовольствием бы присоединился бы. Так, ну что, ребят, давайте откроем с вами бесплатный пак и посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, монетки Одина, это понятно. А вот здесь крылатый ужас. Так, пристеголов, кревет. Ну и пошли ресурсы. Ресурсы у нас, ребята, вообще в избытке, поэтому надо все это тратить. Ракушку мне принес, беззубик. Ну что же ты так, а? Ракушку какую-то. А я могу тебя отправить учиться, бро? Конечно могу. Ну, вначале покормить. 41 уровень, друзья мои. Теперь мы можем с тобой открыть, найти, точнее, нового какого-то дракона, но... Погоди-ка секунду, а я ведь могу тебя... Ага, хватит у меня. Есть, друзья мои. Воу, громорок. А вот теперь пора тебе идти учиться. Блин, не могу, друзья мои. Академия, оказывается, должна быть прокачанной. Так, а что здесь у нас получается? Опачки. Итого у нас с тобой два дракона 42 уровня. Обучить тоже я его не могу. Это всего лишь два дракона 42 уровня. Подожди-ка, ааа... Громель. Три. Три дракона нужно. Семь. Ребята, семь нужно. Кого еще прокачать, я ума не приложу. Так, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Ветрокрыл. Нет, лучше, наверное, вот. Есть, ребят. Блин. Нехватка. Короче, это будет четвертый, да? У нас древоруб. А вот дальше кого? А дальше я пока и не решил. Давай мы, наверное, с тобой поставим на обучение костолома. Пускай летит, учится. И... Так, подожди-ка. Дракон. Зеленая тень. Что ты мне там принес? О, рыбку. Спасибо. Иди дальше. На поиски. Так, откроем с тобой здесь пак, наверное, по Шурику. Так, ареновский, да? Обычный. И поставим на открытие редкий. Восемь часов будет открываться. Так. Конечно же, найдем снеговика. Вот он. Так, ребята, сколько у нас там по времени получается? Два дня, да? Три дня. А мне нужно найти всего лишь одного снеговика, и я открою вот это вот яйцо. Ага. Норм. Постараемся. Так, что бы мне еще сделать? Так, это кто? Это Сарделька, елки-палки. Так, во-первых, я хочу этих ребят отправить по-быльному. В приключениях. Пускай они летают. В хижину, да? Бесплатно. Так, что с тобой делать? Так, обучаться его может отправить. Ты сразу же мне... Ага, все, ребята, рыбу я абсолютно все потратил. Тогда и пускай летит в приключения. Так, и... Подожди, а у меня здесь точно нету ничего? Есть. Вот у меня нормально так ресурсов. А, древесина полностью, да, забита? Грабильда, ты прокачивайся тоже тогда. 27 уровень, да? Получает она. И отправляем ее в путешествие. Пускай летит. Ну что, с этими вроде бы как разобрался. Эти у меня до сих пор стоят, понимаешь ли, и прохлаждаются. Летите за древесиной. Так, ты лети у меня за рыбой. Водорез тоже полетит за рыбой. Так, этот древесину пускай отдает и за рыбой отправляется. Так, Беззубик, мы с тобой должны что сделать? Ну, вначале... Сделать... Так, неужели? Накопил тысячу янтаря. И давай мы... Прежде чем пойдем защищать Олух, возьмем с тобой бесплатно пак. Монеточки. А здесь... А здесь у нас чисто ресурсы. Так, и шестеренка. Да, я хочу отказаться. Ну, теперь давай защищать Олух. Оборонка. Олух становится все слабее от бесконечных налетов. Не волнуйтесь. И я им не сочувствую. Такой черты нет среди моих достоинств. Ах, бедный Олух. Давайте отправим им послание со словами сочувствия, написанными на пущенном ядре. 38 уровень вражеского флота. Ну что же, он выпендривается, да, я так понимаю? Ну, а мы, естественно, будем давать ему отпор к бою. Так, первым влетает у нас, как всегда, Беззубик. В какую сторону? Ну, я думаю, вот здесь вот будет, наверное, Беззубик у нас, да? Веселиться. А там мы можем послать, скорее всего, обычных наших простеньких. Так, Беззубик, давай вот сюда. А, тут уже бомбят. Остальные вот здесь вот. Так, Водорез. Давай сюда. Ну что, успеем? По идее, должны, ребят. Так, я не понял, ты что-то бомбит еще по мне, а? Ты посмотри. Так, Беззубик, ты немножко не то делаешь. Нам вот это надо бомбануть с тобой, ты понимаешь? Нет, он не понимает. Так, прикрываю его как могу, ребята. Так, слушай, ну, по-моему, неплохо получается. И мы, скорее всего, с тобой даже спасем ключ. Хотя, нет, вряд ли. Да, не успеем. Успели. Три ключа мы с тобой сохранили. И отбили 38-ю волну. Так, раз, два, три. Все, продолжаем. Заберите награды. Давай. Тут шестеренки. Семь тысяч рыбы. И тут семь тысяч рыбы. А тут были бревна. Забираем. Плевака. Я не знаю, как быть. У нас есть идеальный план. Но я не могу позволить Астрид так рисковать. Если кому и стоит рискнуть, так это мне. Парень, Астрид сильный викинг. Если дело дойдет до драки, то я скорее выберу ее, чем тебя. Без обид. Спокойнее мне не стало, плевака. Так, ну что, без обид. Теперь я могу тебя со спокойной совестью куда-нибудь отправить. Да я, в принципе, и знаю, куда ты у меня сейчас полетишь. Только вот здесь заберу наградушки. Ну, давай, давай. Так, что нам нужно? Победить пять драконов. Так. Отправить, отправить. Стоп, я что-то не добрал? Что? А, вот. Забираем. Ну что же. Лети. Так, вначале нам нужно посмотреть ресурсы, какие нам нужны. Ну, много нам еще что нужно, на самом деле. Так, давай-ка, наверное, отправить тебя на кладбище драконов. Да? Пускай он там ищет. Все, он вылетел. Так, заберем с тобой десять рун. А, пять. Ну, пять так пять. Используйте ускорение, победить пять драконов. И, блин, жалко, конечно, что я не могу участвовать второй раз, да? Древесинку забрали. А куда я могу потратить вот кучу дерева, а? Вот здесь могу? Нет. Ну, хоть где-нибудь можно мне? Абсолютно нигде не хотят брать мои деревяшки, ребят. Светилище Валки. Нужен пятьдесят первый дракон. Уровень, я имею в виду. Пятьдесят первый уровень дракона. А, у нее, видишь, мой дракон Шторморез по имени Грозокрыл. А мы с тобой получили уже Шторморез. Так что, все тип-топ. Ну, что, друзья мои, пойдемте, наверное, с вами на события. Это, во-первых, нам нужно допройти вот это вот. Подожди, готовься, а не летом? Это... Стоп, это что, новые, что ли? А на старые я не успел, я опоздал, да, получается? Ну-ка, подождите секунду. Открыть. Да ладно. Твою же налево, ребята, я... Боец, мне снова нужна ваша помощь. Нужно пополнить запас ресурсов. Как для викингов, так и для драконов. Я тебя понял, блин. А я не успел, ребята. Ну, что же поделаешь, поехали. Будем тогда здесь. Происшествие, готовься, а не летом. Хотелось бы посмотреть, сколько здесь будет драконов, сколько здесь будет волн. Так, ага. Две волны, один дракончик. Обожаю такую халяву, ребята. Вначале всегда все просто и легко. Ну, вжариваем. Так, теперь хвостом. Это у нас душитель. Собственной персоны. Уклонение. А подожди-ка, он уже 12 уровня. Вот такое начало у нас уже с 12 уровня начинается. Ё-моё. Что такой крепкий? Да потому что у него 12 уровень, поэтому и крепкий. Давай-ка вот так вот бомбанем его. Так, следующий. Кто-то у нас. Ммм, водорез. Защиточку ему понизим. Можно хильнуть, но я не буду этого делать. Посмотрите, сколько у них здоровья. Ребят, шоколад. И это только первый раунд. Что-то как-то больно круто, я думаю. А ну-ка, тройной удар. Всыпкаем хорошенько. Замечательно. Так, ну он может только бомбить. Супер ударов у него пока нет. Сможем мы его уничтожить? По идее, должны, ребят. Ну-ка. Шикарно. Ну что, по-моему, здесь тоже будем крутить с тобой барабан удачи. Ну вот, крутите колесо, господа. И выпадет вам 150 тысяч рыбы. Тут не надо быть провидцем. Тут и так все ясно. Ну, а мы с тобой забираем тысячу янтаря. И двигаемся дальше. То есть, две боевки у нас с тобой будет, да? Для того, чтобы получить пак. Кстати, я до сих пор не посмотрел, сколько у меня як много. Мы с тобой уже много накопили. Возможно, даже можем что-то себе купить. Стоящее. Так, ужасное чудовище против нас. А вон там, кстати, маленький шторморез сидит. Видишь? На-ка тебе. Ну и что он будет делать? Слушай, кусается... А, так у него 13 уровней. Вы что, серьезно, что ли? Если такие будут уровни, я тут вообще ничего не сделаю. Ну ладно, еще вот первый дан, 2-3 боя смогу посопротивляться. А дальше-то как? Ну-ка. Даже при пониженной защите, ребята, я ему не очень много урона наношу. Ну, вот у нас и последняя волна. Это у нас злобный змеевик. Действительно злобный, потому что... Ну, что это за урон, а? Мы его так вот сделаем. Поехали. Раз. Что-то, что-то там. Воу, всыпал. На тебе. Так, это у нас вторая волна, да? По-моему, вторая. Что-то я уже сбился. Да, вторая. Так, всыпем. Сарделька, добей, елки-палки. Нормуль. Ну что, очередная победа. Я хочу крутануть и посмотреть. Ну, тут понятно, древесина или груша. Вот оно как. Ну, одна груша, это все-таки, ребята, не три. Так, а мы не забираем с тобой, да? Загадочный пак. Потому что у нас очередная битва. Это мы с тобой уже тратим три энергии. Всего дается их пять. Какой уровень противника? Десятый. Ну, ладно, это еще терпимо. Что он тут? Угу. Получи. Сейчас, 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 друзья, мы разберемся мы с этим шитиком. На-ка. Ах ты, Сарделька, ну как же это так, а? Чуть-чуть буквально не добил, а? А так, да, мы сможем добить. И последняя волна. Тут два душителя. Один фиол, другой синька. А если, оу, прекрасный выбор. Давай тройной удар. Всыпка. Ну, как так тут? Ну, почему? Я не понимаю, ребят, какое-то проклятие, что ли, висит на моих драконах. Они постоянно промахиваются. Уже не просто ударами, а суперударами даже. Понимаешь? И уровень-то вроде бы на равных. Я понимаю, там был бы пятый какой-нибудь левел, да? Можно было бы еще сказать. Ну, из-за уровня. Но он десятого левела. Ну, как так-то? Не понимаю. Так, душитель, сейчас что-то будет, ребята, очень опасное. Фи. Насмешило меня. Ну, надеюсь, ты сейчас не промахнешься. Все, ребята, это финиш. Это просто финиш. Зашибись. Я не знаю, что тут происходит. Что с этой игрой не так? Но ведь такого не должно быть. Вот просто по приори не должно быть, чтобы мы промахивались. Ладно, там еще одной стихии какой-то. Но все стихии промахиваются, понимаешь? Ну, что же. Крутим в очередной раз колесо. Триста. Ну, да. Нет, чтобы дали мне три груши. Они дают мне триста древесины. Причем древесины у меня просто куча. Фулка. Так, забираем с тобой пак. Значит так, у нас с тобой две энергии. То есть, я так понимаю, мы здесь подеремся еще с боссом. И заберем с тобой двести якного. Окей. Поехали. Прогресс всего лишь 27%. То есть четвертинку мы только прошли от игры. От этого испытания. Так. Это кто у нас тут? Хоферман или как там его звать? Я уже забыл. О, уже три волны. А я так не договаривался. Три волны-то уже начинаются, а? Ну-ка. Ребята, надо бомбить. Усиляемся. Хоферман или как-то так его звать? Этого дракона. Так. Что-то у него... Большая, по-моему, инициатива. Так. Не добили совсем капельного. Ну что, переходим на вторую волну. Ну и здесь у нас... Ага. Престеголовый плюс... Давай вот с этого начнем. Ты вот, блин, серьезно что ли? Тройной удар. Я не понимаю, что с тобой происходит, а? На тебе нет никакой слепоты. Ничего. Уровень у тебя нормальный. Какого фига ты мажешь? Ну, серьезно, ребят. Ну, уже до психоза просто дохудрит. Я удивлен, что он сейчас попал. Я удивлен этого. Ну, что-то там. Опа. Ну, хотят, хотят, ребята, уничтожить тройного удара. И мне никак его не защитить, к сожалению. Вообще ничего не могу сделать. Если нет. То есть добьет, да, все-таки. Триндец. Он и здесь промахнулся. Все, умудрился. Понятно. Я все прекрасно понял. А еще третья волна у нас, не забывай, будет. И что, и как? Ну, химнулся я. Добить сможешь? Сможешь, конечно. Аж три раза добил. Сколько у нас вообще отхил идет? 200. Ну, неплохо, в принципе, хиляет. Ветрокрыл. Кто там у нас? Что там? Покажи мне, пожалуйста. Шторморез и кревет. Ну, естественно, нам нужен кревет. 12 уровней. Сейчас распетрушат меня. Сардельку. Чувствую я. Он еще и усиленную атаку сделал, понимаешь? Походу, не спасу я. Сардельку нашу, ребята, не спасу. Ну? Трэндец. Вот это вжариваю. А что? Ну, что я тут сделаю, ребята? Ну, видите сами. Ничтожная заморозка. Трэндец. Ть. А, нет. Вот, смотри-ка. Так, а что? Смотри-ка. Трэндец. Ну что, придется переиграть. Вот как только. Тройной удар, наверное, уберем отсюда. Ну, это... Это люто. Может быть, взять нам Барса? Барсика нашего. Снарядить. Вот так вот сделать. А? Ну, например, так вот сделаем, да? И... И все. Сарделька, ты не хочешь улучшиться? А, ты же там, по-моему, 50... А, нет, 24 уровень. Нужно ей сделать. Ну, что, попробуем так тогда. Остальные вещи не хотят. Водореза нет смысла, мне кажется, брать. Что, поехали? Попытка, не пытка. Не корову проигрываем, а вдруг у нас получится выиграть. Последнюю энергию трачу. Я, честно говоря, хотел, думал... Дойдем с тобой до бусика, да? Ну, видишь, фейл. Так, хофер вот этот. Вот, в принципе, что, он здесь особо сильно не буянит. Фиол должен хорошо бомбить по синьке. Вот смотри, он только что ходил. Какого хрена он опять ходит? Вот я не понимаю этого. Что такое происходит, а? С какого, блин, перепуга ты по 30 раз ходишь? Он после каждого моего дракона ходит. А должны мои все драконы отходить. Ведь так? Так. Триндец. Ну, ладно, вторая волна, смотрим. Начнем, наверное, вот с этого, да? Понятно. Тоже начинает промахиваться. Тоже начинает промахиваться. Этот начинает бомбить сардельку. Давай-ка, наверное, сделаем свой хил. Окей. Так, ты кого? А. Так, тут хорошо, ребята, влупил. Хорошо. Так, сейчас ходят они воем. Потом мы опять. Потом мы. На тебе. Добивка. Так, остается вот этот Ханыга. Я поставил ускорение. Что он сейчас делает? Это все фигня. Поехали. Здесь мы сделаем вот так. И вперед, кажется, с песней. Что-то я в упор не вижу, чтобы ускорение мне здесь как-то помогало. Не вижу этого. Хиляемся, конечно. Добьем. Норм. Ну, вот они, эти партизаны. Так, начинаем, как обычно, ребята, с кривета. Так, штурморез, успокойся. Сейчас начнет, а. Это еще как-то терпимо, если честно, было. Чем быстрее разберем, тем лучше для нас. Ну-ка. Раз, два. Так, сейчас штурморез плюс кривет. Кривет что будет делать? Кого бомбить? Прекрасно. Мы с тобой делаем вот так. Я надеюсь, он не промахнется. Норма. Так, и будем уничтожать штурморезы. Да. Попал парень. Блин, почему так вот нельзя было с первого раза, да? Выиграть. Отлично, ребят. Ну что же, крутанем. И посмотрим, что выпадет. Рыба. 300 тысяч рыбы. Ну, в принципе, и все, ребята. У меня закончилась энергия. Мы с тобой, единственное, что можем, это перейти на арену. Да? А, у нас тут еще пак. Давай-ка откроем его. Итак, ужасное чудовище. Шипорез. Громобой защитник. Там, по-моему, кто-то был. Какой-то дракон. Или мне показалось. Это кипятильник. Ну, его, ребята, можно, в принципе, отдать. У нас и так целая куча. Отпустить. Да-да-да, пускай бежит. Так, у меня, по-моему, янтарь там стоит. Да, стоит. А здесь забираем. Древесины у нас много. Поэтому я не буду здесь брать ничего. Так, погоди секунду. Что? А, я хотел посмотреть якнок. Да, вот это вот. И заруны. Что мы можем с тобой приобрести? Так, эксклюзивный. Захватка. 5300. Блин, я хочу уникального сладкоеда. А сколько это будет еще длиться у нас? Ну-ка, покажите мне сколько. 21 день. Слушай, я, наверное, пока ничего не буду брать. А вдруг мне хватит накопить вот на сладкоеда? Я хочу его взять. Ну-ка, сладкоеда. Это вещь только для драконьих наездников. То есть у них в любом случае, ребята, какое-то преимущество. Ну, 1000 стрел у нас с вами есть. Так, хорошо. Это у нас было за... Что мы смотрели с тобой за якнок? А что у нас по рунам? Не по рунам, точнее, а по Одинам. Слушай, смотри-ка. Уникальный врат без зубика. Враг. Слушай, я хочу вот этого. Мне копить, конечно, здесь какие-то за что. Ну, а вдруг мы копим? Хотя вряд ли. Ладно, продолжаем с тобой копить тогда. Содержит героических. Эх, как они подкупают. Ребят, я не знаю, стоит ли тратить. Ты их копишь-копишь всю жизнь, да? Игровую свою. А потом пукс и за 3 секунды их сливаешь. Ну что, давай, наверное, с тобой все-таки пойдем на арену. Попробуем подраться за пак вождя. Я знаю, что пак вождя нам дает карточки, но... В принципе, я дерусь не только из-за пака, а еще хочу перейти быстрее на следующую арену. Ну и, как всегда, противник превосходит меня и по уровню, и по фигуровню. Вот что вот мне с этим делать, а? Пройдохай. Почему у меня нет кревета? Я вот до сих пор этого не могу понять. Он у всех уже есть, а у меня его до сих пор нету. Может быть, его надо найти или как-то получить? Скорее всего, его нужно найти, хотя карточки я на него нахожу уже на арене. О-о-о, что это такое? Ты что? Ну, нифига ты оборзел. Просто приборзел, парень. Ты понял, что он сделал? Лаварек, успокойся, а. Нервируешь просто. Добей его. Шикарно. Так, а с этим я разберусь сейчас. Смотри-ка, он на тройного удара бычет. Просто выпендривается на него. Вот опять. Опять 25, друзья мои. Ну, почему мы промахиваемся? Тройной удар какой-то косой просто-напросто. Вот чтобы враг так промахивался. Нет же, такого не бывает, ребят. Он всегда попадает точно. Вражина-то. Нет, ну я имею в виду суперударом. Он всегда попадает. Добьем. Ну вот. Ну что, лаварек, спишь, да? Пора вставать. И отгребать. По полной программе. Что-то там насупился. Ага, хильнуться он решил, понимаешь ли. А если я вот так вот сделаю? Сам не знаю, для чего я это сделал. Окей. Нормуль. Так, что он опять сейчас будет делать? Хиляться? Щит поставил. Никаких щитов, я тебе скажу. Ты прикинь, даже щит ему не пробил. Вот так вот. Кусь-кусь делает. А мы... Во. И... Блин, хотел, думал, добьем его. Не получилось. Сейчас опять щит поставит. Нет. Пошел в атаку. Добиваем. Ну вот. Совсем другое дело. А пак. Какой нам достанется здесь? Обычный. Сразу же идем на следующий поединок. Будут у нас ресурсы выпадать. Так, здесь два фиолетовых. Плюс зеленый. Ну, насколько мы знаем, зеленый очень хорошо разбирает фиолетовых. И у меня двое зеленых драконов. Так что фиолам не повезло. Единственное, что у него, конечно, фиолетовые очень крепкие ребята. Нам нужно с этим делом справляться. Поехали. Начнем с тройного удара. Ох, как они сжарят. Посмотри. На-ка тебе. Неплохо, да? ХПшку рвем. Так, ловарых меня не пугает. Ни скуличек вообще. У меня вот больше прихвостик бомбит, если честно. Ну-ка. Отлично. Так, ну что ты там? Все мучает, да? Моего ветрокрыла все хочет подбить. Промашки пошли опять. Ну что? Что ты сейчас сделаешь? Опять поджег свой? Так и есть. Ну-ка, глянем. Попал. Надо же, попал, друзья мои. А ловарик, скорее всего, уничтожит. Но он бы мог уничтожить моего ветрокрыла. Причем в легкую. А сейчас уже поздно. Так, судя по всему, будет хиляться. Угу. А мы ему защиту понизим. И разберем. Раз. И два. Окей. Так, друзья мои. Двигаемся дальше. Два красных елки-палки. Там еще и громобой, да еще и со скалотрясом. Шикарно придумали. Тут фейл, походу, дело будет. Ну, а еще и этот. Да. Лучше, блин, не придумаешь. Еще и уклонение, ребят, срабатывает. Ладно, я попытаюсь что-нибудь здесь. Ать. Больно было. Сейчас будут бомбить, да? Ну все, они переключились на ветрокрыла, и это плохо. И это сейчас, да, будет бомбить еще сюда? Ну как же без этого-то? Подхалим, чертов. На тебе. Судя по всему, ветрокрыла мы с тобой уже потеряли. Дальше они берутся, ну конечно, за сардельку. За сардельку. Что я могу здесь себе позволить? Только один вариант, друзья мои. Сейчас бомбанем, а потом ставить отражение. Все, короче, с этим понятно. Нифига толку от него нету. Только фейлимс из-за этого тройного удара. Он не попадает, ребят. Как должное он не делает. Просто. Все, сейчас меня тут разберут. Это кто? Красный, да? Красный против феолов. Фиговенько. Ну и мху. Ой, все. Все, 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 все. Тут даже говорить не о чем. Давай-ка я заменю тройного удара. Он меня уже просто взбесил. Барс и Вепрь, конечно, тоже не лучший. Но я просто ставлю из-за уровня. Ребят, какой уровень, ты видишь? Максимальный. Вот поэтому и ставлю его. Так бы, честно говоря, даже не трогал бы. Сарделька девятого уровня. Конечно, ее тоже бы поменять. На самом деле нужно. Но на кого? Просто нету кандидата. Хорошего. Громобой, ты как там? Улучшиться не хочешь? Не, не хочет. Древоруба, может быть, взять вместо сардельки. Слушай, ну сарделька, она помогает чем? Тем, что она, ну, может, во-первых, отражение применить, так? Ну, во-вторых, она может бафать зеленых. Ветрокрыло в данный момент. Ладно, попробуем. Если что-то не понравится, будем, конечно же, опять все дело менять. Так, красный. И уровень. Мы из-за уровня фейлипси еще. Я еще раз повторяю, ребят. Маленький уровень, поэтому как бы вот нас быстро очень разбирают. Видишь, что творит? Видишь, что творит? И я ему сколько наношу урона. Есть разница, да? Его дамаг и мой дамаг. Сарделька, мы тебя потеряли. Да, ты серьезно? Все, сейчас распишут, к сожалению. Не могу. У меня вот это вот просто из себя выводит все. Вот эти вот промахивания. Он промахивается очень, очень, очень редко, ребята. Я, я... Это прям на пальцах можно перечитать за всю игру, сколько он делает промахов. И сколько промахиваемся мы. Да. Ну что? Не знаю, как мы тут будем с тобой выживать. Ну, добить сможешь. Да какой там сможешь добить? Сейчас опять... О, огоньком сейчас полыхнет. И все, да, на этом. Промахнулся. Ты прикинь, он промахнулся. По одному не попал. Ну что, витрокрыл? Попробуем. Сейчас что там полыхнет, да? Чудо просто какое-то. Такое очень редко бывает, ребят. Нам еще нужно подбить с тобой одного дракона. Так, опять здесь без кревет, вот никуда. Надо будет сардельку посмотреть, где открывается кревет и сардельку... Ой, сардельку беззубика отправить туда. На поиски этого кревета. Так, тут тройной удар, блин. Вот думай, кому бомбить лучше. Кревета или тройного удара? И он все-таки кревет. Да тройной удар тоже не кисло будет бомбить. На 12-м-то уровне, ты представляешь? О, понизил защиту. Сейчас под креветок как раз. Ой, благодать. Два укуса, ребята, и все. Половина здоровья нету. А мне приходится по тысячу раз бомбить, чтобы отнять у него то же самое здоровье. Так, если мы с тобой сделаем... О, это хорошо. Только попади, пожалуйста, по всем. Попади. Норм. Так. Поехали. Раз, два. Раз, два. Нормуль. Так. Еще пока живем. Еще пока живем. Знаешь, что я сделаю? Вот так вот. Отражение. Потому что этот будет честно наверняка фаерболы свои выпускать в нас. Это же он? Спец по фаерболам, по-моему. Ну-ка, смотрим. Да иди ты. Такой, знаешь, из-под тишках. Подошел хвостиком, маманул. Типа, так и надо было. Нет. Ты просто ждешь, да? Когда у меня сойдет отражение. Но ты не дождался. Ну, а мы открываем пак вождя. Кревет, чудовище, древоруб и пристеголов. С вострозумом. Злобный змеик. Барс и вепрь. Неплохо так надували, я тебе скажу. Ну что, давай еще тогда за одним паком сгоняем. По Шурику. У нас, кстати, 13100. Не хватает 900, ребята, кубков. И все, мы с вами перейдем на шестую арену. Что так долго поиск идет? Объясни ко мне на милость. По-моему, игра зависла. Тебе так не кажется? А мне кажется. Ну вот, совсем другое дело. Два фиолетовых. Да, выпало нам. Ладно, приступим к разборочке. Ага, тут еще смотри, как глыба. Или как ее скала там звать? Красная. Кого тут бомбить? Наверное, начнем. Давай с него. Так, опять пошли промашки, а? Вот так вот прихвостень звезданул по мне. Так, глыба сейчас будет. Ой-ой-ой. А этот добьет, да, судя по всему? Красиво. Красиво просто меня тут разминает. Двенадцатый уровень. Я чувствую себя вообще каким-то, я не знаю, тут дрищом. Просто дрища, ребят, которую вообще ничего не может здесь сделать. Понимаешь? Да. Так, погнали. Раз, два. Раз. Так, следующий будет удар добивочным. Этот очнулся. Ты посмотри, а? Вот тут типа... Слушай, я, наверное, вот так все-таки сделаю. Раз они взялись за моего... Дракончик, они его добьют. Ну? Кого? Давай, 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 давай. Молодец ты, какой красавчик ты наш, а? На тебе. Добивай его. Все-таки не зря я отражение поставил, да? Прекрасный, прекрасный, ребята, был выбор. Ну, а здесь, опять же, два фиолетовых. И плюс зелень. Ну, это ловарык. Он как бы нам не особо страшен. Наверное, начнем вот с этого шитика. Да? С тройного удара. Ловарык тут лезет из-под тишки. Ну, хорош. Ать. Фигня, это все. Так, давай-ка попробуем. Ну, уничтожить не получится. Да. Но это пока не получится. Раз, два, три. Сейчас он ходит... ...всеми драконами. Ну, а потом мы отыграемся. Лишь бы не трогали моего Барсика. Да, ты сам прекрасно видишь. Что они сделали? Они уничтожили его. А я в ответку. Вот так вот. Давай-ка вот с этого... ...начнем. Ну. Понятно. На тебе. Так, если этот будет спать... ...мы с тобой еще, может быть, успеем пробафаться. Ага, он уже очнулся. Так, что будем делать с тобой? Усиляться, скорее всего. Будем усиляться и... ...давать достойный отпор. Поехали. Раз. Так, он бомбит его. Значит, мы так с тобой сделаем. Но. Ах ты, жучара, а. Ты посмотри. Переключился. Ну, ладно. Сейчас будет, наверное, хильнуться. Хильнуться он захочет. Хе-хе. Я уже его как... Подожди-ка. Не, не будем тратить с тобой суперудар. Нет смысла, ребят. Будем просто бомбить его. А, у него еще и повышенная защита, оказывается. Вот почему мы его еле-еле... ...бомбим. Смотри. Что это за дамаг? А если вот так вот сделаем... ...то это будет хорошо. А он опять сейчас, да? Хиляться. М-м. Переключился опять на... ...ветрокрыло. Ну, мне кажется, это уже поздно. Либо сейчас защиту поставить, либо хильнуться. Защита. Ну, что, будем снимать ему защиту? Вот и все. Крышка, короче, тебе, парень. Ничья. Триндец. Не добили чуть-чуть, а. Так, ну что, пять драконов остается, да, всего лишь? Солянка. Отлично. Это как раз для меня. Даже тот скалотряс красный, я думаю, что мы его вырубим сейчас. Тринадцатый уровень, блин. Да я серьезно говорю, я как будто нуб какой-то здесь. Сам посмотри. Девятый, десятый уровень. А у них тринадцатый, двенадцатый. Может быть, я опережаю события, а? Ой, как всыпал-то. Я офигею. Он просто делает по укусу, и от моих драконов практически ничего не остается. Посмотри, что творит, а. Что, по-моему, нам тут крышка, скорее всего. Ну-ка, я себе так сделаю. Давайте, бейте его. Бейте. Он мне не нужен, молодец. Скалотряс, уничтожь его. Шторморез, бей. Блин, не то. Добиваем, короче. Так, дальше вот этот или... Да, этого попробуем. Ну, бейте, бейте вот этого паршица. Ой, красиво. Это было красиво и хорошо. Так, а что ты будешь делать? Ой. Извини. Он себе еще и сам понизил... ...за эту атаку. Так, сейчас что-нибудь... Ага. Все, добиваем его. Прекрасно. Отражение очень хорошо сейчас сработало. Вот и настал последний бой. Двух драконов. Да еб... Просто это глыба опять. Опять громобой защитник здесь. И они все красные. А я уже думал, будет последний поединок. Тринадцатого урона. Все. Все как на подбор. Так, ладно. Этот не страшен. Вот эти вот страшны. И глыба вот эта вот. Красная. С своим ударом. Я представляю сейчас. Офигеть. Плюс этот шитик, да? Ходит. Оу. Уклонились мы. Ты прикинь? Ты представляешь, что это за... Я смотрю на наши уроны. У меня... Ребят, просто слеза скупая идет. Давай что-нибудь сделай. Понял. Ты оставил, да? Они хотят вот этого бомбить. Давай попробуем вот так с собой сделать. Давай, с разбега его. Давай, давай, давай. Ветрокрыло, пожалуйста. Ветрокрыло. Еее. И ты тоже. Ой, молодцы-то какие. Как вы дружненько-то все делаете. Мне прям нравится. А этот оглушенный сейчас свое получит. Так, ты-то что лезешь? Ага. Раз, два. Он очухается, да, сейчас? Блин, я не успею. Или успею. Я успеваю, друзья. Надо же. Это просто чудо какое-то. Слушай, все-таки я научился, по-моему, использовать в правильном направлении именно отражение. Уже второй раз наш Сарделька выручает наших драконов. Да, это прекрасно. Ну-ка. Погнали. На тебе. Выкуси. Что ты там? Насупился. Такое лицо у него. Хоп-хоп. И последний удар. Есть. Что, как говорится, и требовалось доказать. Ну, а вот и заслуженная награда. Давай-ка открывай. Костолом. Громовой защитник. Громорук. Отпрыск. Ага. Барс и вепрь. Опять же он нам выпал. Нам больше всего, кстати, выпадает именно барсика. Забираем своих 10 рун. Да, не хватает вот как раз вот сделать одну защиту и использовать ускорение. Да? 133 руны я не хочу, ребят, тратить. Это несерьезно. Так, а мы с тобой, знаешь, что давно не делали? Не выполняли вот эти вот задания. Надо будет как-то браться из-за этого. Так, поискать водореза мне вот нужно, да? Тут обмен экзотического дракона висит. Чего поручить кипятильнику добыть 10 тысяч рыбы? 10 тысяч рыбы. Кипятильник у меня где-то там, ребята, в закромах. Я его даже, по-моему, и не доставал. Если я не ошибаюсь. Так, кипятильник, ты у меня где там? 10 тысяч рыбы ему заказать. Да, вот он, кипятильник у меня. А у меня, по-моему, еще есть один кипятильник, но... Или нету? Вот, третьего уровня. Этот у нас какой? Кипятильник обычный. А вот этот экзотический. Поэтому я думаю, что, наверное, вот этого надо отпускать. Пускай летит. А вот этого мы с тобой, наверное, возьмем и поставим. Разместить, как вот. Вот сюда, к примеру, да? Пускай он тут стоит. Ага, я его не могу, ребята, отправить за рыбой. Потому что у него нет еще такой возможности. Пускай летит, собирает потихоньку. Так, что это у нас тут? Что-то показали, но, как всегда, ничего здесь нету. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда с вами на этой ноте будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!